К тебе приехала народная артистка России Тамара Гверцетелли. Тамарочка, ну расскажи, как ты познакомилась с Николаем? Мы познакомились... Вот так Коля представился. Я тоже сказала, что я Тамара. И когда Коля сказал мне Камрджева Тамрико, я ему ответила Камрджева Нико. По-нашему это так. Я подошел и признался в любви просто. Это было еще в Грузии или уже в Москве? Нет, в Москве. У тебя хороший вкус, Коль. А то, что было бы из Грузии, это вас как-то еще больше сближает? Ну, конечно. Мы родились в таком потрясающе культурном городе, который был пронизан искусством. Я думаю, что вот нам всю жизнь это и помогает, потому что мы выросли на такой культуре, на таких каких-то образцах, вот необыкновенных, музыкально, драматически, что когда говорят, ну вот так, где вы черпаетесь вдохновение? Я думаю, что мы вот это вдохновение всю жизнь черпаем в том своем детстве, что нас окружало, какие люди нас окружали. Тамара закончила же не просто музыкальную школу, она еще закончила Твилийскую консерваторию. Если бы вы представили, какие педагоги тогда, в те годы, там преподавали. А я в Твилийскую консерваторию ходил, ну вот через неделю, каждую субботу с мамой, слушал всех этих великих певцов, музыкантов. Понимаете, как-то это нас объединило моментально. Тамара, скажите, а что может Колю растрогать? Колю растрогать, наверное, может талант, который он признает и в других людях. Потому что сам безумно талантливый человек, он не может не признавать других, и не воспалять, и воспевать. Я помню наше шоу в концертном зале «Россия». И Коля, то есть Нико, для меня я всегда Нико называю, исполнял роль Нико Перусмани. Была такая баллада. И Нико Перусмани, и я помню, когда была репетиция, раньше всех приходил Нико. Это, наверное, школа Большого театра, это дисциплина, это Москва. И это профессия, которой, наверное, этим только можно гордиться. Я как зритель, как поклонник безумного таланта, я оказываюсь в зале, и каждый раз для меня Коля представляется, как бы я его вижу первый раз. Потому что талант, он всегда новый. Николай, а я в одном интервью читала, что вы когда слушали песню Тамары Гверстелю, вы плакали. Маме на глаза. Это был замечательный вечер, вот Тамарочка меня пригласила. Это была премьера этой песни. С одной стороны сидела мама Тамары вместе с сыном, а вот через проход сидел я. И так это было сделано, что Тамара спустилась по лестнице, села на эту лестницу, вот так глядя маме в глаза, пела песню. И когда в какой-то момент стала всклипывать рядом женщина, рядом со мной, она уже рыдала в голос, я повернулся, посмотрел, что происходит, я понял, что у меня слезы текут. Ну, там плакали все. Мамины глаза, все на свете понимают. Мамины глаза, все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте только. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, мамины глаза, дай вам, Бог, увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться. Мамины глаза, как жаль, что не погаснуть в вагу нельзя. Потому что и сам момент был трогательный, и песня гениальна. И вот эта связь того, что там начинается с того, что слова такие «мой сын», Тамара обращалась к конкретному своему ребенку и рассказывала все рядом с ним, это, конечно, было очень прекрасно. Спасибо. 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 Спасибо.